здравствуйте дорогие мои друзья проклятые и благословенные места вот видите большую такую панораму панораму москвы множество высоток здесь он и сталинские и новые путинские высотки шум города такой отдаленный с одной стороны до места раньше было хорошим сейчас она пропитана мертвой энергии но мы не будем сейчас говорить с вами о москве а поговорим о тех местах да вот сколько на нашей земле было цивилизаций нам кажется что мы знаем историю на самом деле друзья мои мы не знаем что творится в нашем мире не понимаем этого и поэтому часто совершаем те же ошибки цивилизации которые приносили в жертву людей ради технического процесса ради энергии благословения каких-то богов и демонов сколько это уже было в нашей же ну вот ножи в этой планете в этом так сказать серединном мире друзья мои ничего не ново под этой луной и под этими небесами и мы часто повторяем те же опыты думая что мы умнее своих предков не опираясь на опыт на знания на слова тех людей которые говорят что надо делать что не надо торопиться надо идти путем духа они путем не путем вот этих жертв попытаться из людей делать дрова бросать их в костер и думаю что этим вы продвинете что-то что-то построите все вот то что здесь вы видите все может быть разрушена в один момент этого вот этих вот и сталинских и путинских высоток не будет существовать а будет мертвая выжженная земля может такое быть да друзья мои вполне такие картины наблюдаются в будущем для людей которые видят обязательно ли они произойдут не факт не факт будущее многовариантно и какой вариант будет еще никто даже из самых умных и прозорливых не может понять даже самых видящих но сейчас поговорим о древних вот таких вещах в перу производится раскопки древних индейских цивилизаций и вот сейчас завершили некое некие он видите строительство и думают что это строительство что-то цивилизация индийские которые были задолго до нас и которые тоже уже прошли путем технократии и путем принесения в жертв своих детей своих женщин и мужчин тоже культура чему существовала на территории современного перу в ну еще в нашей в нашем веке в девятом пятнадцатом веке нашей эры тогда когда и здесь у нас тут как было некое подобие цивилизации ее представители достигли в общем-то значительных успехов в инжене в инженерии и создали и водопровод гидросистемы для сохранения воды для полива а то есть они двигались путем техники и был было общество было государство были склады распределяли благо это собирали налоги в том числе и жизнями детей раздавали людям даже типа что-то пенсии было ну и сейчас завершились раскопки в районе пампа лакрус и археологи нашли 76 захоронений принесенных в жертву детей 76 могил которых было не по одному человеку именно принесенных жертву в определенных позах свернутые завернутые без мумифицированные трупы в этом районе уже обнаружено хотя вот ну как бы понимаете что большинство останков не сохранилось уже обнаружили более 300 тел детей тел и женщин ну то есть массовые принесения в жертву для чего друзья мои цивилизация которая ну осознала технику инженерию вдруг приносит жертвы там в перу кстати очень сильные были помните и круги на полях и все это цивилизация мая там очень сильные были культы инопланетные то есть инопланетные цивилизации давали людям какие-то технологии какое они могли переработать и за это брали энергию энергию страданий вот отсюда все эти жертвы вот эти руководители просили требовали за свои блага за развитие требовали жертв видите в основном действительно жертв детей и сейчас друзья мои понимаете что происходит не на не наяву здесь происходит а перед нами насколько часто вот эти события происходят в определенные моменты в определенные дни они происходят потому что опять же те же существа абсолютно те же что и тогда в этом в тех в те далекие века тоже требуют жертв не настолько явно да не то что на главных площадях но вот так завуалирована приносится и посмотрите в какой стране это делается больше всего дети а сейчас и мужчины в огромных количествах просто как дрова бросаются в топку без даже вот это вот ради чего это делается все это настолько прямо видно насколько это картина лживая но все равно для многих этот морок присутствует а в этом присутствуют и инопланетные влияния и эти вышки которые работают активнейшим образом выжигая мозги и тела потому что огромное количество людей заболевающих после этого онкологии сердечными заболеваниями погибающих и так и сяк да но нужно нужны именно вот эти жертвы когда люди ну прямо испытывают ужас звериный ужас практика человеческих жертвоприношений широко была распространена вот в этой америки до колумба ну когда колумб пришел там было не меньше жертв но все равно вот именно жертвы и это бы это было везде до от южной америки до до так сказать до северной там царствовали вот эти культы культы жертв а сейчас друзья мои вот вот этот город как вы думаете долго ли может устоять город на костях город в который огромными количествами вливается этой энергии мертвичин во главе города которых стоит настоящий живой мертвец настоящий зомби седовласый джентльмен дядюшка соба как вы думаете действительно я знаете часто вот бывает проклятие какие-то колдовство определяет что у человека под ногами лежат кости бывает от кости животного бывают кости человека и это было сделано тут примеру за несколько поколений и это отравляет весь род вот сейчас роды эти начинают болеть и умирать дети больные счастья нету здоровья нету контроля над своей энергетикой нет смерть охватывает все это на мертвом должно расти на живое но на проклятом на проклятом ничего не вырастает поэтому с печалью смотрю на этот город крики детей поезда в чем-то помните если вы смотрели да хотя как там чё тут смотреть вот смотрите наслаждайтесь картинами та цивилизация которая начинает жертвовать детьми но не только детьми а мужчинами и женщинами она будет проклята и разрушится до основания потом на ее обломках будет возникать что-то новое какие-то свежие ростки пусть они будут хорошими все драгоценные мои пока счастливо